Сегодня утром. У нас большая конкуренция. Я знаю, что, наверное, вам было сложно выбрать именно нашу панель. Мы вам благодарны за то, что вы пришли именно к нам. Меня зовут Алексей Сидоренко, и я руководитель проекта Теплицезиальных технологий. Здесь наши коллеги. С микрофоном работать можете? Конечно, рабочие. Да? Меня слышно? Как еще лучше будет? Если запись идет, то нужно... Раз, два, три. У нас запись просто... Ну, близко же. Смотрите. Да, я просто... Опять же, если меня плохо слышно, то я с удовольствием возьму микрофон. Хорошо слышно. Хорошо. Здесь мы с нашими коллегами. Сегодня мы начнем. В течение дня будем проводить РФС по технологиям для гражданского общества. Мы специализируемся на этом и специализируемся на этом в трех непостатях. Прежде всего, это наш сайт. И сегодня с нами редкий случай петербуржец, де-факто, Олег Гант приехал в Москву специально для вас. И он проведет следующий мастер-класс. Да, пожалуйста. Наш сайт, собственно, я наверняка, ну, я лично читаю его каждый день. Во-вторых, это наше мероприятие. Сегодня с нами руководитель направили мероприятие Алексея Ницца и наш ивент... Влад Макриченко и Алексей Ницца, ивент-редактор. А также мы делаем наше собственное программное обеспечение. Это, прежде всего, плагин для сбора пожертвований Лейка. Это платформа IT-волонтера. Это их плагин Яндекс.Новости. А также целый набор гражданских приложений, которые были поддержаны на Теплице цельных технологий в виде мини-грантов и выпущены, и опубликованы с помощью экспертов Теплицы. Ну, и сегодня мы начнем наш любез в целом с обзора новых технологий для гражданского общества. И с обзора той технологии, которая нам кажется важной, потому что она может сильно улучшить эффективность, повысить эффективность некоммерческих организаций, которую, собственно, нам лично позволило сильно увеличить нашу собственную эффективность. По крайней мере, даже не все, сколько нашу, сколько эффективность осуществления нашей миссии. Ну, давайте поговорим про технологии для традиционных НКО. И правильно ли я понимаю, что у вас, у всех присутствующих есть свой, у вашей организации есть свой сайт, да, есть свои социальные сети? А у кого из вас есть мобильные приложения? То есть у ваших организаций? У кого есть мобильная версия вашего сайта? Кто задумывается о создании мобильного приложения? Отлично. А какая у вас организация, о чем вы задумываете? Ну, вообще коммерческая организация. Ага, у вас коммерческая? Я же туда сутки, пришла с друзьями. А, понятно. Это просто интересно. Хорошо. А у вас? У нас экологическая организация, о том числе конгресс-головности. Мы, думаю, сейчас полностью переделать сайт, и это будет из-за людей. Отлично. Хорошо. Собственно, мобильные приложения являются, по крайней мере, сейчас стало значительно больше некоммерческих российских организаций, которые стали использовать их. И особенно интересным направлением для нас, кажется, именно фандрайзерное приложение для сбора пожертвований. Это помощь детям, январь, ноябрь 2014, фонд Белла, март 2015. Еще одним направлением является слово геймификация или по-простому использование игровых методов. Здесь, к сожалению, все хуже. Мы пока не видели хорошо сделанной геймификации среди российских НКО. Но мы всегда показываем те, скажем так, методы, которые эффективно используются. Это игра зарубежная Spend. Первая версия появилась в 2011 году. Доработка произошла в 2014. И она, собственно, игра позволяет вам окунуться в шкуру, собственно, человека, который живет на весьма ограниченный набор средств. И предлагает вам делать каждодневные выборы, которые, собственно, потратить деньги на зубного или купить просто больше обезболивающих и подобного рода. И, грубо говоря, как правило, большая часть людей проигрывает. И как только они проигрывают, их, собственно, призыв к действию такой, что, мол, вот вы поняли, каково это. Теперь вы можете там пожертвовать, помочь, поучаствовать. Геймификация плюс еще одна технология, как раз, о которой я уже говорил, это краудсорсинг. Это в данном случае краудсорсинг применяется там, где нужно собрать какую-то информацию. И это проект, который собирает данные, собственно, точнее, не собирает данные, а позволяет значительно большому числу пользователей определить по всему миру, является ли член парламента мужчиной или женщиной. И это нужно сделать для того, чтобы проверить информацию по гендерному составу парламентов различных стран. Я вот взял просто наугад Россию, и вот мне попал, соответственно, Зубов Валерий Михайлович. Не знаю, кто он, но я точно знаю, что он мужчина. Технологии преодоления также являются активным полем развития гражданских технологий. И под технологиями преодоления мы подразумеваем все технологии, которые помогают людям с инвалидностью. И в том числе с нашей помощью в феврале 2015 года вышло приложение SMOOF. Оно сейчас как раз недавно еще раз перезапустилось. Это петербургское приложение, это, по сути дела, навигатор для людей с ограничениями мобильности, который использует данные, которые собирают о барьерах, в том числе волонтеров самой организации. И таким образом позволяет тоже показать барьеры, а также, например, маршруты троллейбусов, троллейбусов, тоже используя открытые данные, у которых есть возможность, соответственно, поехать на… Хорошо, а что это? А, окей, хорошо, спасибо. Ну, это специальные вот эти вот автобусы современные, где можно выкатить пандус и въехать человеку в коляске. Это интернет-мессенджер Cezanne, также запущенный с помощью тиблиц, победитель нашего хакатона. Это мессенджер-настройка на мессенджер, обычный вконтактовский мессенджер, где можно обмениваться специально созданными для людей с аутизмом, соответственно, иконками, чтобы можно было бы обмениваться таким вот фразами, состоящими только из иконы. Это также сентябрьское приложение Яндекс.Разговор, которое также именно целится на людей с ограничениями. В данном случае это для глухих и слабослышащих. И что очень здорово, Яндекс не только это создал, но они активно хотят это развивать. И сейчас как раз идет разговор о том, чтобы выложить само приложение в открытый доступ и привлечь разработчиков именно для абсолютно открытого уже программирования, для добавления своих правок на, соответственно, гитхабе. И это вот совсем новая вещь, да, сентябрь 2015 года. Это, как вы видите, здесь, в общем, прогресс происходит. И везде, во всех новых технологиях явно видно, что некоммерческие организации напрямую связаны с концепцией открытости, открытости кода, открытости содержания и открытости, как бы, самой платформы. Еще одним очень набирающим популярность, еще одной технологией набирающей популярность являются лонгриды, которые, по сути дела, кто знает, что такое лонгриды? Ну да, это в самом, в прямом переводе лонгриды, действительно, это длинное чтение, да. И под лонгридами понимаются статьи, которые действительно предполагают, что вы на них потратите где-то от 15 до 20, а иногда до 30 минут, иногда даже больше. То есть для современной медиа-экосистемы это реально много, потому что в среднем вы потратите 15 секунд, наверное, на прочтение статьи, а здесь аж во много раз больше, не в 10, а в 60 раз больше, да. И здесь что интересно, что НКО стали использовать, и притом там есть фотографии, видео и так далее, и НКО стали очень креативно и общественной инициативой использовать этот формат, потому что тоже платформы новые появились, они стали использовать этот формат для создания общественных компаний. В частности, активно пользуются платформой Тильда, это вот компания, которая вышла по поводу Томинского ГОКа, прекрасно выполнена визуально и тоже с очень конкретным призывом к действию, с подписанием, соответственно, подписанием петиции, с информированием граждан. То есть это явно видно, что они просто сделали это очень красиво и с точки зрения тоже их визуальных коммуникаций. Это прямо вот действительно очень высокое качество. По поводу августе 2015 года тоже в формате Лангрид появился, там можно говорить, там Лангрид или сайт Одностраничник, появился очень красивый сайт об альтернативной гражданской службе, который, если вы посмотрите на сайт организации, которая его создала, то это просто небо и земля. То есть уровень донесения информации и уровень, скажем так, ясности посыла, который несется этим сайтом, созданным специально под одну компанию, он выполнен на значительно более высоком уровне. Совсем недавно, буквально на этой неделе, команда 29 выпустила тоже на Тильдия. И явно видно, что они потратили там немного времени, по крайней мере, на именно составление, но они явно потратили много времени на продумывание вообще концепции, потому что очень короткие рекомендации и интересная инфографика, мнение и памятка. То есть в данном случае это очень интересный именно правозащитный проект. Ну и, собственно, как я уже говорил, отношения с точки зрения, когда мы анализируем, какие новые технологии используют некоммерческие организации здесь, это наличие призыва к действию. То есть после информирования гражданина и после четкого посыла происходит призыв к действию. В данном случае это набор советов, скачивание памятки, подписание петиции. Это такой краткий обзор того, что в России появилось новое, и то, что набирает обороты, по нашему мнению. Другое, другой, скажем так, областью гражданских технологий являются наши любимые в Теплице гражданские приложения, собственно, с которых Теплица три года назад, три с половиной года назад должна была начинать. Но когда мы приехали, скажем так, в офис, стали думать, как же мы это все будем делать, оказалось, что на самом деле те гражданские приложения, которые по миру уже были созданы в 2008 году, 2009 году, в 2012 году у некоторых, даже не у некоторых, так на самом деле у многих некоммерческих организаций еще не было сайта, или они думали публиковаться им в социальных сетях или не публиковаться. И кто знает, что такое гражданские приложения? Да, скажите нам, пожалуйста. Это платформы и сервисы для общественных изменений. Любого рода. И некоммерческие организации могут использовать. И я чуть дальше расскажу. Наш посыл в целом, что любая зрелая некоммерческая организация для увеличения эффективности своей деятельности, конечно же, должна, по крайней мере, завести у себя, попробовать, поработать с созданием какого-либо гражданского приложения. Когда она уже сделала сайт, социальные сети, обезопасила себя в интернете, собрала денег. То есть это мы воспринимаем как некий поступательный процесс обретения новых компетенций некоммерческих организаций. И в целом, в целом, гражданские приложения – вещь достаточно новая. То есть можно сказать, что такая большая история вхождения в мир гражданских приложений начинается с 2007 года, когда появился первый набор приложений. И это тоже связано с развитием технологий. Развитием серверных технологий, с развитием языков программирования, JavaScript и так далее. Но это все технические подробности. Но в 2007 году выходит первое приложение FixMyStreet, которое позволяет любому гражданину сделать очень простую вещь, которая сейчас нам уже кажется абсолютно естественной, когда увидели какую-то неисправность, взять ее, сфотографировать, отправить, и кто-то ее увидит, и, соответственно, что-то по этому поводу сделать. FixMyStreet в данном случае наладила интеграцию с местными муниципалитетами. И, то есть, когда сообщение о неполадке городской, собственно, было отослано гражданином, оно создавалось как некая такая открытая заявка, которую нужно было закрыть, и она отправлялась, доводилась до сведения городской администрации. Что было здорово с этой платформой, то, что она была сделана с использованием открытого кода. То есть, в принципе, эта платформа мог любой человек, любой город, любая инициативная группа взять, скачать, установить у себя. По этому пути пошли российские активисты, наверняка, все, наверное, про них слышали. Но оставляя, скажем так, всю политическую деятельность, антикоррупционную деятельность и так далее, я бы хотел отметить проект Росяма, краудсорсинговый проект, где они, собственно, тоже пошли по опыту открытого кода и, собственно, использовали проект Росяма для починки дорог. И они с помощью этого проекта и с помощью деятельности людей, которые добавляли туда, добавляли туда, соответственно, проблемы дорожные, подчинили практически 20 тысяч неисправностей на дорогах. И при этом они добавили, адаптировали, собственно, механизм, что здесь вы не только отправляете сообщения о неисправностях, но если в день 37 дней, это 7-дневная отправка плюс 30 дней реакции, вам дается еще и бланк заявления прокуратуры. По другому пути пошло другое направление, появилось изначально, оно чуть позже, в 2008 году, это уже американский стартап CyclicFix. И они, в отличие от открытого кода, пошли по другой методике. То есть они использовали закрытый код, но они в каждом новом городе устанавливали свой маленький CyclicFix. И сейчас они присутствуют практически в 170 городах, и они пошли по бизнес-модели. То есть механизм точно такой же, вы фотографируете и так далее, это все отсылается от администрации, но они в данном случае подписывают контракт с самой городской администрацией. То есть приложение есть, оно работает для граждан, а администрации являются клиентом, но с другой стороны. По этому же пути, к сожалению, сейчас закрылся, пошел Street Journal.org из города Перми. Кто-нибудь у нас есть из Перми? Нет? Жалко. Потому что этот уникальный проект, он в России, на самом деле, единственный низовой проект, который появился, который договорился о включении, собственно, вот этих вот заявок, потому что здесь точно такой же механизм. Да, отсылайте, это куда-то уходит, просто это может уходить никуда, а в Street Journal, соответственно, с 2009 по 2011 год, в течение двух лет, все заявки уходили в систему документного оборота Пермского края. По такому же пути эффективно работает проект «Прекрасный, красивый Петербург», который есть уже в 34 городах России. Кто-нибудь у нас из Петербурга есть? Олег, да, но жалко, что у нас нет больше петербуржцев. Но этот проект прекрасный, но они при этом не коммерческие, то есть они не берут денег за установку, но это просто код, он закрыт. И они сейчас готовят редизайн, но, что интересно, там работает таким образом, что здесь не муниципалитеты обращаются, а инициативные группы, потому что им нужен просто какой-то движок для работы со своим городом. И это вот как раз, пожалуй, один из самых успешных сейчас проектов. У них в группе ВКонтакте 44 тысячи подписчиков, очень активное сообщество. Немножко по другому пути, по такому гибридному пути пошел проект «MyCity.io», который создал платформу городских обсуждений, и они поступили вообще хитро. Они сделали очень красивую визуальную платформу. Это активисты из Мурмонска. У нас вот есть Архангельск, да, насколько я понял, а Мурманск есть? Кто-нибудь из севера еще есть у нас? Ну, жалко. Но они сделали таким образом, что они за большие деньги отдают эти платформы муниципалитетам в Западной Европе, в частности в Норвегии, а в России они практически за 2-3 тысячи рублей, то есть за стоимость хостинга, отдают это активистам. Потому что что у нас хорошо, когда у нас есть технология, мы можем масштабировать. Собственно, про масштабирование как раз речь и идет. То есть мы можем применять, единожды создав какие-то технологии, мы можем применять одну и ту же технологию для различных ситуаций. Немножко из другой опера. Тоже эффективное использование краудсорсинга, но уже для запросов о предоставлении информации. Как вы знаете, в России весьма хорошие законы, они не всегда исполняются. И в частности, такой тип законов, это закон о свободе, о предоставлении информации. И вы, в принципе, по любому вопросу можете направить запросы о предоставлении информации. И, собственно, что придумала та же команда 29 из Петербурга, о которой я уже говорил, они сделали с помощью специалистов, которые нам известны, соответственно, форму отправки вопросов. Причем самое интересное, что вы... И где здесь роль технологии, а где МКО? Человек отправляет запросы о предоставлении информации в свободной форме, потому что человек не юрист. Дальше юристы на основе этого простого запроса. Запрос может состоять из просто там... А что там, типа, чего у меня деревья рубят? Вот. И просто дал адрес. Да? То есть это как бы шаг навстречу обычному гражданину. Юристы изучают вопрос, готовят грамотный запрос, отправляют в органы власти, при том, что интересно, что раз ответ зарегистрировался как редакция, то есть у них срок ожидания не 30 дней, а им нужно ответить как журналистам. И как журналистам им, соответственно, должны отправить ответы в течение 7 дней. И ответ появляется на этом сайте. И мало того, что особенно здорово, да, и в том, где и роль краудсорсинга, в данном случае они используют вот эти вот ресурсы людей, то есть запросы они собирают от любых интересующихся, но потом они публикуют в открытом виде текст запроса. Так что вы можете скопировать этот текст запроса, если у вас такая же проблема. И там на самом деле хороший рубрикатор. Они вот запустились в октябре прошлого года и уже получили 359 ответов. Да, если бы они этого не публиковали, это же все шло бы в стол. А так это открыто, так это может скопировать каждый, так может воспользоваться каждый. А это по всем регионам работает? Это по всем регионам работает. То есть я могу сказать, вот у меня вон варитом объем с кем-то деревом, то есть они это отправят в городскую администрацию, и она мне пришлет официально... Да, у них есть некоторая бутылочная корлышка, потому что у них стало, как вы видите, у них сейчас ждут ответа, 181 запрос, плюс они там не все успевают обрабатывать, но и разумеется, когда у вас ограниченные ресурсы, у вас есть какие-то ограничения ограничения и некая там логика по приоритизации. Но что интересно, то что вот как бы где следующий шаг к краудсорсингу был бы, то что они научили бы людей, которые могут составлять эти запросы и обучить, как составлять эти запросы, сделать краудсорсинг как раз там, где у них бутылочное горлышко, то есть там, где у них вот есть эти юристы, которых ограниченное число, сделать это потенциально неограниченным за счет использования каких-то инструкций. Они просто ответы присылают, или они реально эту проблему решают? Нет, они как бы... Их проблема — это отсутствие информации. То есть они подготовят юридические запросы, высылают их, публикуют кекс запросов, юридически грамотный, и публикуют ответы. И иногда просто за счет запроса проблема решается. То есть у них есть несколько кейсов, «История успеха», когда сам запрос, там он касался как раз тоже городского трудоустройства. Они сказали, типа, почему у вас по ведомости там ушло столько-то денег, а выглядит это так. Просто приложили фотографию, и это был какой-то человек, который просто озаботился этим вопросом. И, в общем, администрация, не помню уже какого района, она, в общем, быстро спохватилась, и там типа, да нет, все нормально, там смотрите, и там, в общем, через пару недель уже как бы уже все было. Забор покрашен, газон высажен. Еще один хороший пример из Новосибирска. У нас есть кто-нибудь из Новосибирска? Ну, ладно, я буду по ходу. Еще один хороший пример, это сеть так-так-так, у них, по сути дела, правозащитная приемная. Но вместо того, чтобы вот тоже писать в стол и эту правозащитную приемную, скажем так, делать вот со старой логикой, они сделали это, во-первых, а, публикуя ответы, и таким образом, что это можно, что это можно, во-первых, прочитать, если у вас подобный запрос, во-вторых, вы можете спросить совет, и это совета, и, возможно, у вас кто-то из волонтеров быстрее ответит, чем эксперт. И, в том числе, вы можете, соответственно, написать блог, и так далее. Но, что интересно, они за время, и так-так-так, существует, кажется, с 2009 года, если мне не извиняет память, с этого момента они решили 17238 проблем. Если сравнить это с деятельностью стандартной общественной приемной, это много. Это, наверное, даже если взять самые эффективные общественные приемные, это где-то в 5 раз, в 6 раз больше. Еще один пример краудсорсинга, и пример вот именно увеличения эффективности, это петиционные компании. Петиционные компании это отдельный жанр, здесь можно говорить долго, но наверняка кто-то из вас пользовался, точнее, кто из вас подписывал петицию на Change.org? Отлично. Кто из вас создавал петицию на Change.org? Вот здесь. Отлично. Вот. И здесь, на самом деле, они ведут весь, скажем так, реестр своих историй успеха, и последняя история успеха, это безумно трогательная семья застрявших в Шереметьево, застрявших в Шереметьево семьи беженцев, которые, как в фильме Terminal с Томом Хэнксом, жили в Шереметьево два месяца. И только недавно они как раз опубликовали фотографию семья, муж, жена, двое детей. Соответственно, и там это было поразительно, кто летает в Шереметьево, я буквально случайно узнал, там, эти сотрудницы Бургер Кинга, они давали из-под пола эти гамбургеры, просто, чтобы им было чем-то, чем питаться. Сейчас они в Твери в центре иммиграционном, но, по крайней мере, могут подышать свежим воздухом. Это, в целом, если вы посмотрите, сколько, на массовость петиционных компаний, это достаточно серьезные объемы. И, в основном, конечно, петиционные компании носят, скорее, реактивный характер. То есть, они, когда там, не закрывать, отпустить и так далее. Да, но так или иначе, так или иначе, без этих компаний, любая, то есть, без этого инструмента, любая компания, наверное, могла бы решиться совсем иначе. Каковы эффекты подобных гражданских приложений? В-первых, массовое участие в жизни города и, как следствие, формирование социального капитала. Это, скорее, даже первые шаги, которые, точнее, первые эффекты, самые главные, потому что мы сегодня на общероссийском гражданском форуме и сегодня говорили о глобальной гражданственности, о нашей ответственности. И в этом плане технологии являются чрезвычайно важным элементом. Во-вторых, и во-вторых, это решение проблем, ну и в-третьих, это, конечно же, то, что по-английски называется empowerment или расширение возможностей. Вы можете посмотреть, и я перечислю только ряд приложений. это, у нас есть три базы данных. Test.ru Apps, это приложение Test.ru Tools и Test.ru Community. Не все так хорошо в датском королевстве, в королевстве гражданских приложений, и я этим летом проанализировал такой феномен, как смертность этих приложений, потому что их появилось много. Их появилось много, особенно на заре 2011-2012 годов, и в среднем увидел, что по различным категориям, потому что, как вы видели, приложения по городской среде их было достаточно много. То есть, это в целом какие у нас гражданские приложения есть, мониторинговые приложения, как раз использующие гаутсорсинг. Я проанализировал все, что появилось с 2008 по 2015. И хочу сказать, что средний уровень смертности этих проектов, то есть, что под смертность, я понимаю, когда это либо просто проект закрывается, все, там стоит заглушка, или там просто реклама каких-то странных лекарств, либо там последнее обновление было 12 месяцев назад, и я и то, и другое воспринимал как, что все, приложение йог. И по категориям здесь, конечно же, то, что гакнулось прежде всего это краудсорсинговое обсуждение законов. Если помните, даже тогда еще президент Медведев создавал краудсорсинговые сайты по обсуждению законопроектов, и там даже люди голосовали, выбирали поправки, потом эти поправки были игнорируемы, но также было, кроме собственно краудсорсингового обсуждения сверху, было еще ряд платформ обсуждений снизу этих законопроектов, разумеется, после 2012 года все сто процентов загнулось. Во-вторых, краудфандинг, то есть краудфандинг платформ, которых мы знаем, планеты, бумстартер и так далее, их было много, и осталось только два гиганта, все остальные тоже умерли. Краудсорсинговых проектов по обсуждению выборов тоже было много, они половина, соответственно, к сожалению, не выжили. Любые проекты мониторинговые, помните, был такой сайт, где казино.ру, где даже тоже с тем же президентом Медведевым был репортаж, кажется, из Саратова, когда это школьник, который действительно школьник, который сделал это приложение, пришел, показал Медведеву этот сайт, и он такой, как же так, там типа столько подпольных казино, потому что понятное дело, что любой, кто живет, он, например, более-менее ориентируется, где у вас на районе точка, где казино, где и так далее, даже если вы не пользуетесь услугами этих подозрительных мест. И, соответственно, ну как же так, но, к сожалению, где казино тоже не пережило зиму, в метафорическом смысле. Порталы по взаимопомощи, под взаимопомощью здесь это тоже отдельный жанр, они в 30% не выжили, но самый низкий уровень сметанности только треть, только треть среди как раз городских приложений, что говорит о том, что в целом интерес к вот такому гражданскому изменению городской среды, к починке городской среды определенно есть, граждане не дают умереть этим приложением и они продолжают работать. Алексей, у меня вопрос, а вы свои базы чистите или вы оставляете все как было? В данном случае с исследованиями мы проводим чистку на раз на какое-то время. Последний раз, когда мы проводили, это был октябрь 2013 года, но мы как раз готовим редизайн нашего сайта, где мы сделаем... Просто да, потому что если заходят в базу, то хочешь попасть на тех приложений, которые работают, а не хочешь оттыкаться там и сказать, какой жизнь это работает. Это абсолютно в нашем сайтиде. У меня остается совсем немного времени, поэтому я расскажу о еще интересных элементах краудсорсинга, которые не просто используют всю ту технологию, которая есть и те активности граждан, и ту мотивацию граждан, но это также то, что называется сенсор. Сенсор это любое устройство, которое предсказуемо реагирует на изменения в окружающей среде. У кого есть сенсоры или датчики? Ты знаешь ответ. На самом деле они есть у вас всех. Просто они у вас находятся вот здесь. В каждом из ваших телефонов есть в последних моделях аж до 16 различных датчиков. Это в данном случае сопоставление датчиков на ваших мобильных телефонах в данном случае по моделям Samsung. В последнем Samsung S3 есть даже барометр. Представьте себе в принципе это все те датчики которые могут использовать. Есть примеры. Потому что фактически если вы создаете приложение в основном это разумеется сфера применения приложений соответственно экологических. Вот например Google это первое приложение. Они использовали интересную методику когда они попросили людей которые ездят с андроидами положить запустить приложение и просто проехаться по дороге. И за счет считывания сенсора акселерометра в вашем мобильном телефоне и анализируя тряску на дороге можно было бы сделать вывод по качеству дорог. Очень лаконичное эффективное решение. Еще из подобного рода решения они все высокотехнологичны. Не всем некоммерческим организациям они доступны. Доступны, но при этом мы знаем что технологии становятся проще. С каждым годом они становятся проще, они становятся доступнее, а люди становятся по крайней мере те, которые считают себя экспертными профессионалами становятся более профессиональными. Вот это например сеть альтернативная сеть на мобильных телефонах по считыванию давления и соответственно прогнозирования погоды и у них уже 5 миллионов устройств. Это могут сделать в том числе и IT-активисты. Вот это на Хакатоне в Иркутске это устройство похоже на часовую бомбу на самом деле является датчиком СО. Просто созданным и компоненты стоят здесь 2000 рублей а инструкция как это собрать выложена в интернете. И они просто взяли собрали и прошли по городу Иркутску у нас есть кто-нибудь из Иркутска окей из Сибири кто-нибудь есть из Урала ну ладно хорошо да они просто взяли прошли с этим устройством по центру Иркутска и смогли сделать уже небольшую визуализацию где у них там больше всего СО Уже подобные системы сделаны и можно купить их уже не собирая это вот например Smart Citizen Kit и здесь соответственно время у меня подходит но у меня буквально есть еще один последний элемент как раз по поводу краудсорсинга вот краудсорсинг это передача согласно Википедии которую пока еще полностью не заблокировали но видимо делать там и идет но мы расскажем вам как открывать Википедию даже когда она заблокирована и у нас есть статья про это это передача некоторых производственных функций неопределенному кругу лиц решение общественной задачи силы добровольцев часто коорминирующих при этом деятельность как вы могли видеть из предыдущих примеров краудсорсинг вводит деятельность вашей организации в некий в некое новое измерение то есть оказывая услуги ограниченному кругу лиц как некоммерческая организация вы находитесь я знаю хорошо я уже заканчиваю вы находитесь в некой двухмерной пространстве вы человек когда вы создаете платформу когда другие люди могут оказывать подобные услуги вашим бенефицарам вы выходите в соответственно в 3D пространство и интересно в том что например если ромб стандартный куб они имеют свои аналоги то когда вы выходите в какие-нибудь тедраэдры многомерные ромбы звездчатые другие 3D геометрические фигуры аналогов в 2D не существует это значит что в принципе создавая краудсорсинговые платформы НКО фактически создает то что они никогда не могут сделать будучи просто оказывающие услуги сервисной некоммерческой организации и здесь есть три фактора это элементы краудсорсинга это пределы толпы то есть пределы людей которые могут вам помочь тип их мобилизуемых ресурсов то есть время или силы или вот как в случае слизо алерт это поисковая поисковая соответственно гражданская поисковая служба пропавших людей это их время и поиски это в прямом смысле их ноги тип целей что нужно сделать и от этого насколько они критичны насколько они важны у вас формируется вот это некое ранжирование и мы соответственно провели анализ некоммерческих организаций по типам приложения взаимодействия в рамках краудсорсинга между пользователями от тонкого то есть которая предполагает какие-то очень простые бинарные акции то есть там не знаю подписать петицию это супер простая вещь вы просто кликнули и все до каких-то сложных то есть вам нужно придумать взаимодействия двум пользователям для того чтобы они друг другу помогли нужно придумать как именно они это сделают это то что мы назвали толстым взаимодействием и символическое то есть подписание петиции это вполне символическое действие здесь вы просто Подписали, заявили о своей декларации до влияющей, которая помогает каким-то образом изменить жизнь других людей, изменить ситуацию вокруг себя. И здесь, например, поиск доноров. Я очень советую подойти к стенду. Это низовая, то есть абсолютно создавшаяся из инициативной группы, выросшая до 20-тысячного сообщества доноров крови. Они используют технологии для того, чтобы давать кровь нуждающимся. И при этом они долгое время, до этого года, вообще существовали на одном энтузиазме. А здесь при этом различные наши другие приложения, которые подразумевают другую. Я уже заканчиваю. Ну, наш опыт, у нас есть IT-волонтер и несколько советов, если вы решили... И мы с помощью IT-волонтера решили уже задачи по IT. Это сложные задачи. Это не просто там вам петицию писать. Это нужно создать сайт. Это много работы, это много часов. Они уже создали, завершили в IT-волонтера 148 задач. И мы не могли бы сами, своими силами решить такое количество задач, просто потому, что у нас не было бы столько ресурсов, при этом, что число закрываемых задач растет. Но и число публикуемых задач тоже растет. Поэтому последний совет. Изучите мотивацию ваших краудсорсеров, за счет чего они будут помогать. Пока вы не разберетесь во всех аспектах технологии, вы можете создать очень низкотехнологическую платформу и допиливать ее просто каким-то абсолютно прямым общением с людьми. Да, там типа, вот у нас в данном случае, у нас есть комьюнити менеджер Влад, в том числе IT-волонтера. И Влад просто занимается иногда прямым контактом с людьми. Но вот это вот взаимодействие, оно чрезвычайно важно. Используйте discovery-driven метод. Это когда вы сначала ставите цели, а потом пытаетесь понять, как вам их достичь. Стремитесь к тому, чтобы ваше приложение заставляло возвращаться. А как это сделать? Не бойтесь низкой популярностью и скорее следите за паттернами, то есть способами поведения пользователя. И повечеряйте power-юзеров, то есть тех пользователей, которые решают больше всего проблем. Наверняка на каждом сайте у вас всегда есть какой-то такой вот ваш особенный фанат, который делает большую часть задач. Большое спасибо, прошу прощения, что я позже начал. Редактор субтитров А.Семкин